Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы приготовим торт кокос в мультиварке. Для теста нам потребуется 1 груша, 3 яйца, 150 г сливочного масла, чайная ложка разрыхлителя, 80 г кокосовой стружки, 130 г муки, то есть это стакан гранёный до полосочки, и 3 столовые ложки сахарного песка. Для начала отделим желтки от белков. Грушу вместе с кожурой порежем небольшими кубиками. Удалим сердцевину. Вот таким образом. Теперь нам необходимо смешать 3 столовые ложки сахарного песка и мягкое сливочное масло. Нарезаем мягкое сливочное масло и всё это взбиваем до пышной массы. Масло с сахаром мы взбили. Теперь добавляем 3 желтка. Ещё раз всё взбиваем. В яично-масляную смесь добавляем чайную ложку разрыхлителя без горки. Также подсыпаем 80 г кокосовой стружки, 130 г муки и аккуратно всё перемешиваем. В последнюю очередь добавим грушу и отдельно взбьём белки. Добавляем грушу и аккуратно её тоже вмешиваем. Тесто желательно мешать в одном направлении. Белки я взбила. Лучше их взбивать охлаждённые, в стеклянной или в пластмассовой посуде. И теперь аккуратно вмешиваем белки в тесто. Добавляя белки частями. Кастрюлю мультиварки смазываем сливочным маслом. Дно и бока. И теперь аккуратно добавляем тесто. Как мы видим, после добавления взбитых белков, тесто у нас уже не столько густое, как было. И оно хорошо распределится. Закрываем крышку. Выбираем программу. Мультиповар. Готовить мы будем 1 час при температуре 120 градусов. Ок. Как мы видим, мультиварка начала свою работу. Вот показывает 1 час. 120 градусов. Пока печётся корж, займёмся приготовлением крема. Для крема нам потребуется 250 мл молока, 1 чайная ложка какао, 1 столовая ложка крахмала, у меня картофельный, и 3 столовые ложки сахарного песка. А также в конце добавим 75 г сливочного масла. Смешаем в стакане крахмал и какао. Добавим 3 столовые ложки молока. И всё размешаем в однородную массу. Вот что у нас должно получиться. То есть, однородная масса, без комков. Оставшееся молоко скипятим и добавим сахарный песок. Итак, в кастрюльку добавляем 3 столовые ложки сахарного песка. И оставшееся молоко. Хорошо всё размешиваем и доводим до кипения. Молоко забурлило с сахаром, добавляем разведённое какао и крахмал. И ещё раз доводим до кипения и сразу выключаем. Необходимо помешивать, чтобы не прилипало, не пригорало и не образовывалось комочков. Ну вот, пошли пузыри, можно выключать. Прошёл час. Посмотрим, что у нас получилось. С помощью зубочистки проверим, пропёкся ли наш корж. Ничего не прилипает. Очень стойкий аромат кокоса. Чувствуется, только открыли крышку. Чистая зубочистка, можно доставать. Достаем обычным для нас способом корзину пароватки. Дальше у меня есть универсальные ручки. И переворачиваем. И просто поднимаем кастрюльку. Вот что у нас получилось. Теперь перекладываем. Пока корж у нас остывает, мы до конца приготовим крем. Для этого сливочное масло, оно у меня размягчённое. Смешаем с ранее согретой молочной смесью. И всё это взобьём миксером. Начинаем смешивать на небольшой скорости, постепенно увеличивая скорость. У нас должна получиться однородная масса. Крем готов. Корж слегка отстыл. Теперь можно его разделить на две части. Мы делаем небольшие надрезы, куда вставим ниточку. И разделим его на две части. Нитку мы вставили в разрез. И теперь просто перекрестив концы, тянем их друг на дружку. Вот что у нас в итоге получилось. Видна груша. И чувствуется аромат, очень ощущается кокосовой стружки. Теперь готовым кремом промажем коржи. Аккуратно накрываем. Это где-то одна треть на верхнюю часть. Потому что сверху у нас ещё будет украшение. И распределяем весь крем по поверхности. Оставляем крем пропитывать торт. В это время приготовим глазурь. Так как на верхний слой мы нанесли совсем чуть-чуть крема, он должен впитаться. Для глазури нам понадобится смешать 2 столовые ложки сахарного песка, 2 столовые ложки какао, 1 столовая ложка муки, и всё это залить 10 столовыми ложками молока. Глазурь у нас получится довольно-таки густой. Перемешиваем. Добавляем 10 столовых ложек молока, ещё раз перемешиваем. И доводим до кипения. Огонь ставлю небольшой. То есть у нас всё должно растопиться. И только начнутся пузырьки, можно выключать, добавить чайную ложку сливочного масла, и наносить на торт. Итак, глазурь у меня загустела. Я выключила огонь. Обязательно её хорошо помешиваем. Добавляем чайную ложку сливочного масла. И вмешиваем его. И сразу покрываем торт данной глазурью. Обязательно наносим, пока горячая. Её легче распределить. Распределяем как по верху, так и по бокам. Вот что у меня получилось. Теперь осталось украсить торт. Я взяла 150 грамм арахиса. Поджарила его и измельчила. Делаем к краям. Украшаем торт конфетами Рафаэлло. А в середине насыпем кокосовую стружку. Вот такой торт кокос у нас получился в разрезе. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. Приятного чаепития! И до новых встреч!